2021-2022 учебный год знаковый для всей эдукационной Галины Краины и Гродящины в приватности. Всю лето завершается реформа системы агульной средней эдукации. Чекается принятие новой редакции кодекса об эдукации. Запланованы изменения в подходах до выховавшей работы с детьми. Новые задачи диктуют изменения деятельности педагогических коллективов. С работой науково-методичного центра, областного института развития эдукации, специалисты, которого принимают самое активное дело в укороне не у всех новаций, познакомился помощник президента Беларуси, инспектор по Гродзинской области Юрий Карайл. Очень мощное, профессиональное, научное, ученое образование, где опытные специалисты, методисты и люди, съевшие собаку в своем деле, обучают плановать тех, кто уже непосредственно работает с детьми в школах. И причем не по застывшей такой схеме, а все время что-то новое двигают. И явно видно, что люди передовые интересуются мировыми достижениями и свое развивают. И охват тех, кто учат детей, ну, стопроцентный. Первый сна Юрий Карайл познакомился с институтом, его материально-технической базой. А затем отбылась встреча помощника президента с коллективом установы, подчас которой были обучены задачи на черговый учебный год. Отметно, что больше из них находится в плоскости изменений, которые пройдут в систему эдукации, громадского и патриотического выхождения молодых. До приклада с 1 вересня у навучальных установок региона и краины в целом до работы приступят керавники военно-патриотического выхования. Это люди с педагогическим образованием, но и с опытом службы в вооруженных силах. Офицеры, младшие командиры, которые смогут придать новый импульс работе и взаимодействию школ с высшими учебными заведениями военного профиля, с структурами военными, военизированными, со структурами МЧС, МВД, пограничного комитета, займутся подбором в том числе абитуриентов для поступления в эти учебные заведения.